так обелиск но здесь кроме как на обелиски не не на что рассчитывать и собственно собственно рэдди там ничего другого и не надо ой мы тут предлагали забанить обелиски на финал так у него слезы покатились на самом деле рэдди всегда если у него будут какие-то трудности в жизни сможет колымить землекопом где нич вот тут сейчас неподалеку траншеи копают трубы прокладывают прекрасно для ради работы я считаю таки все таки все таки гномы побежали за и за глазом ради так подвигнул сзади одним глазком нет это рэдди умолять чтобы его не кидали в бассейн два раза он вынужден был два раза рэдди умолять а потом все равно нырять сегодня будет третье купание рэдди в любом случае было изобретен заново будем считать коктейль red white водка с красным вином дрянные редкостные highlight тоже протестил коктейль red white тошнотворная смесь давайте на респе у дэйва грааль будет закоп если дэйв атака копает грааль это вообще будет такой звездец ради уйдет в монастырь что может что может сделать ради в женском монастыре копать только копать нет только копать да кто-то может копать а рэдди только копать дэйв не чекнул обелиск так я предлагаю дисквалифицировать за такое вообще так судья пойдите сделайте предупреждение пожалуйста а да он боится что третий смотрит его стрим решил не скрывать обелиск . здорово вопрос как быстрее изучить особенности турнирных карт и правил я любил покатать excel с андерграундом на харде в скобочках когда стартуешь без денег против компов или друзей за одним компом выкатал точно больше тысячи каток в соло в сот полное собрание его к первой итерации где можно ломать замки но никаких модификации в геймплее в общем я умею играть знаю все навыки книгу одну видимо человека знает книгу за всю жизнь способности юниты их навыки скорости здоровье не до процентов но эмпирически чувствую плюс-минус 10 процентов года два назад забил но недавно увидел на твиче стримы и захотелось также как великие магистры игры типа хелла и гамун глуса повезло тихо с компанией в общем я пытался в поиске найти путь для нуба но пока ничего не нашел подскажите куда капать или копать каппа каппа пройдите куда что изучать лм 10 а или джебус готов даже заплатить за уроки от скилов скилового player player не приехал в этом году к сожалению который будет готов отвечать за результат моей прокачки и имеет полную структуру которую готов описать редвайт стайл не интересен грааль я не копаю на первой неделе в общем единственно того чтобы назвать тему ищу наставника я не знаю если дэйв воткнет грааль в инферно то каждую неделю ради будет поднимать нехило скелетов сейчас дэйв все бросит и воткнет грааль в инферно вообще он себе и только для этого и взял сопров вообще все те кто приехал на снг 18-летними они уже состарились даже внешне я уже молчу про внутренний мир ребята переосмысляют все не по дням по часам так но постепенно растут скелетики одиноки растут вниз причем одиноки мы пробили обелиск и конечно надо убедиться что это на респе у оппонента это на инферно потому что я знаю что и по иронии судьбы это должно быть наконец-то на респе оппонента если ради откопает грааль на респе оппонента это будет криминал убийство будет это бассейн это будет бассейн сразу же естественно потом закопаем грааль мы уже я уже предлагал что надо все вещи рейдю ради отобрать и где-нибудь их закопать большая конца днем вы играете стримите а чего вы делаете вечером и ночью спрашивают то же самое только только без игры стримов играем только в другие игры бухаем но это и днем конечно тоже отдыхаем отдыхаем не надо таких звуков это reddit reddit точит лопату он еще не знал там лизарды встали улучшены тоже что-то покажут растянут растянут лук кстати да лизарды жил растягивают лук это и стрелы средний возраст проживающих не скажем самому младшему проживающим на базе 16 но он не игрок он он будущий чемпионов снг под пятым героем преимущественно а самому старшему ги 54 года а судья есть комнате где дэйв и ради сидят судья сейчас туалетной комнате вообще периодически до туда-сюда здесь перемещаются все смотрят вообще у рэдди и дэйв сидят в комнате в отдельной до комплекция у них примерно одинаковая так что смогут выяснить отношения без всяких героев случае чего если ради с дэйвом махач устроить судья как на это будет реагировать ради будет лопатой да вот подсказывает проплыть подгребая лопатой вроде открыты все стримы и дэйва и яра и наш под нам говорят опа чё это за хуй то не на меня явно у меня такого дерьмища нет вода есть же но нужный этот самый так все нету больше героев у компад я лишь я решил просто изъебать всех он нас тролли причем не только на своем стриме но и на нашем нет про прогерта прекратила рэдди опять порнуху качает сломайте прогера нам говорят сломайте прогера лось дай прогеру копытом в лоб это дефлорация по-адмиральски первый выкопанный грааль так там у нас пока ничего интересного не происходит на картинке все-таки call 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 готовится куда-то но надо конс уже чекать а женский вопрос викторины женское украшение кто-то ответил вареник лично это себе сибири кто-то явно а дороге сейчас он будет спрашивать ради как правильно копать главное чтобы кто-то выкопал ради без разницы кто-то первый волгоград пилает дарком был очень интересный финал ну когда дарк стал играть за сопров на анархии опять же абсолютно не понимаю вообще что ими делать зачем так было на причем у него была возможность не играть за сопров но можно было по-другому это все черкали же дата да там был чёрк зачем там была на черта на таким образом непонятно ой там что-то смешное было порядка первой недели то есть он послил все что мог на первой неделе и там уже без вариков не не шаблон не не замок это было была какая-то неведомая хуйня для него не взял навигацию получая говно в оба слота но вообще боли баллистику баллистика имеет смысл час но так сапоги мертвеца хорошо меда с черным шаром давай нападай пресс пресс иди садись на место даю а это у нас стандартно у reddit он ваку от этого колодца не отойдет он всегда будет к нему возвращаться и все через колодец играет новая страта рэдди выкопал колодец грааль не нашел да хоть колодец выкопал да есть же демона убили но рэдди скажем так в центральной траже дэйв еще у детьки мнет во всем остальном пеновом десывание бутрифки на лесу бери навигацию тоже лопа контроля у дэйва еще нет он строит гильду в топе насрали рэдди показывает очень хорошее качество игры щас в этой партии но прет ему тоже нормально твой сейчас а вот это еще соберем поп за метло такое и драконы сами как это так заграли вперед он уже скопать так он готовится копать я понимаю почему экран черный рэдди копает это он уже в земле там где-то нет он и он а ему мало выиграть он еще унизить человека хочет да и что-то начал подозревать да оп ой а чё а чё так можно было а он сейчас свою очередь тоже туда их героев на это кто первый выкопает все условия для рэдди создал и флакс ему играли и все на свете а при чем тут кубок молдовы это кубок снг это реддит тоже вместо того чтобы делом заниматься пошел копать будем только копать на самом деле да это может это такой тактический маневр дэйв хана отманить рэдди граалим а самому чем временем сожрать трежу или генератор контроль контроль тут выглядывает такой дракон из утопы контроль тут копай давай давай бурни давай да шо ж такое да ну днище red white уже не тот ради да ради уезжает он не будет эту партию доигрывать до генератор уже думает чтобы еще дать рэдди так не надо качаться на этих стульях у них ножки могут подломить вообще не надо качаться на стульку не в школе молодой человек и от не тебе это если коснешься тот зал качнется а да кстати передать ребята тут просят это напомнить что снг без белорусов нелегитимен это говорит что тут за археологи не уровне просто мы увидим что у рэдди в руке клок волос его и лопата рядом переломленная на пополам до коварный план то в том где заключается коварный план дэйва в том чтобы выкопать грааль воткнуть его и потом отжать в рэдди город сграли потому что дэйв сам копать не умеет лучше доверять работу специалистам а сейчас рыдраж будет он будет выбегать копать и забегать нет еще не финалочка еще от купиться может рэдди 1216 бьет кстати это чё за договорники там пошли опять какие-то да сейчас ради дисквалифицируем перед самым получением приза сейчас они выйдет покурить и победит лизард значит он за раз 200 скелетов сносит резис сыграл это скилуха просто скилуха чужих цепнухой на мужика это трех ангелов снести а до вивы добьются действительно чё-то под по вилам но она уже по вилам пробивать цепнухой основной дамаг значит там косарь пойдет на них остальное по ангелу там 1200 600 1200 по вилам 600 в ангелов пройдет да нету рисуректа у него у рэдди рисуректа нет а еще один клон все добей уже ломай его полностью там три ангела победа победил лизард